Сначала мы от шока стали кричать и звать на помощь, ведь мы абсолютно не понимали, что происходит, почему. Всем привет, дорогие друзья, меня как всегда зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Что ж, сегодня, как и каждое воскресенье, вас ждут интересные и страшные истории из реальной жизни. А если вы хотите, чтобы я рассказала вашу историю, то, пожалуйста, пишите мне её в комментариях под этим видео, либо мне в директ инстаграм, либо и там, и там. Кстати, в инстаграме я там всех лайкаю, на вас там реагирую, отвечаю вам, можете посмотреть. Там и сторис интересные, и посты. А также все истории я рассказываю от первого лица. Что ж, а мы начинаем. Всё это происходило где-то в районе 2017-го, мне на тот момент было около 15 лет. Мне до сих пор тяжело поверить, что это действительно всё с нами происходило. Дело в том, что моя старшая сестра работает в тату-салоне, который принадлежит нашему папе. И я очень часто тусовалась с сестрой на её работе. В тот момент папе нужно было срочно уехать в другой город, вообще в другой части страны, потому что его маме, нашей бабушке было очень плохо, и надо было за ней слезить. Он там провёл прямо несколько месяцев. В этом тату-салоне мы все были как семья, и, конечно же, все меня прекрасно знали, так как я постоянно там оставалась. Плюс моим родителям не очень нравилось, что я сижу дома одна, а почему-то, когда я была сестрой на работе, это было как бы нормально. И вот в очередной раз я пришла к сестре на работу. У нас с ней вообще всегда были очень хорошие и близкие отношения. Всё было нормально, абсолютно ничего не предвещало беды. Пока к нам не пришёл очень уж странный мужчина, клиент моей сестры, пришёл сделать небольшой тату. Моя сестра ранее его не видела. У него все руки были забиты в татуировках, причём не в простых, а все они были на какую-то мрачную тематику. Много черепов, костей, всё очень чёрное, вороны, вот это вот всё. И одна татуировка была очень большой и запоминающейся. Это был череп с какими-то розами или вроде того. И там было очень много чёрного цвета, она была очень яркой и контрастной. И я хоть и привыкла никогда не судить людей по внешнему виду, так как у моего папы были татуировки. Я постоянно проводила время в тату-салоне и встречала много классных людей. Но почему-то от этого мужчины исходил какой-то странный вайб. Мне почему-то он сразу не понравился и даже слегка напугал меня. Он очень уверенно разговаривал, а также мне показалось, что он будто бы что-то слишком много о нас знает. В то время я особо не обдумывала это, я фокусировалась на своих эмоциях и чувствах. Именно то, что этот мужчина немного пугал меня. Также он назвал мою сестру по имени Яся, а так её называл только наш папа и очень близкие люди. Очень маленькое количество людей. Это было очень странно и необычно. На работе её никогда никто так не называл. Конечно, это с лёгкостью могло быть совпадением, но уж слишком много странных вещей он упоминал в разговоре. Как будто бы мы с ним знакомы, но ни я, ни моя сестра никогда не видели его прежде. Сестра закончила работу через пару часов, и перед уходом он сказал необычную фразу. Он сказал нам, будьте осторожны. А затем мы отправились домой. Я ещё долгое время думала об этой фразе. Я не очень понимала, сказал он это с какой-то отцовской заботой или же с угрозой. Также мне очень сильно запомнилась эта татуировка на его левой руке. Потом, где-то через неделю, может быть дней пять, точно не знаю, я ехала на автобусе домой. И когда я уже выходила из автобуса, я вдруг заметила... Кто-то сидел на сидушке прямо рядом с выходом, и на перилах я заметила руку. Левую руку с точно такой же татуировкой. Очень яркой, контрастной, которую было очень сложно забыть. Всё произошло так быстро, и я немного смутилась. Я даже не успела нормально обернуться. Ведь я уже вышла из автобуса, было ничего непонятно, и я не смогла разглядеть лица того человека, чтобы быть точно уверенной в том, что это тот самый мужик из тату-салона. Также, видимо, меня охватила детская паранойя, по-другому это не назвать. Ведь я начала постоянно думать об этом мужике. И я думала, что он преследует меня и следит за мной. Мне даже казалось, что я иногда вижу его среди каких-то прохожих. Я была уверена, что этот мутный мужик следит именно за мной. Мне даже было страшно выходить одной на улицу. Потом у сестры я узнала им и фамилию того мужчины через бронь. Ведь он бронировал у неё место в тату-салоне. Но поиски в интернете прошли безрезультатно. Потом как-то я опять сидела с сестрой в салоне, и она как-то ненароком сказала, что ей кажется, за ней кто-то следит. Ведь недавно она возвращалась домой очень поздно вечером. Её не покидало чувство, что за ней кто-то идёт намеренно. Она рассказала, что резко закричала и потом побежала домой. Она довольно спокойно об этом говорила, хотя я видела, что она была на самом деле напугана, просто не хотела пугать меня. Я сразу же начала ей вываливать всё про этого мужика с татуировками. И говорила ей свою теорию, что скорее всего это он. Но ей вроде как показалось, что мужчина был худощавого телосложения, который шёл за ней. Она всего один раз обернулась и не успела толком разглядеть ни его лица, ни его стати. Но опять же сказала, что ей кажется, что он был худым. А тот мужчина с татуировкой черепа был таким очень накачанным мужиком. К тому же было на улице очень темно. На следующий же день мы с сестрой после её работы поехали в кафе в центре города. И что-то мы довольно долго там засиделись, пока сели на автобус, пока добрались до дома. От автобуса к остановке нам ещё идти минут 15 пешком, и было уже довольно поздно. Мы ещё жили тогда с родителями в такой довольно отдалённой части города. Мы вышли из автобуса, практически уже добрались до дома, как вдруг услышали резкие крики и звуки нападения прямо за нашими спинами. Оказалось, что там тот самый мужчина с татуировкой черепа, которого я видела в тату-салоне и которого я так сильно боялась, напал на какого-то паренька лет 25. Сначала мы от шока стали кричать и звать на помощь, ведь мы абсолютно не понимали, что происходит, почему этот мужик напал на какого-то странного парня. Затем сестра начала говорить, что подожди, ей кажется, что этот худощавый парень, это именно он шёл за ней тогда поздно вечером. Затем просто неожиданный поворот. Оказалось, что этот мужик в татуировках, этот наш так называемый дядя Олег, вообще на самом деле относительно новый друг нашего отца. Они познакомились незадолго до того, как он уехал в другую часть страны следить за нашей бабушкой, и именно наш папа попросил хотя бы немного приглядывать за нами, пока его не будет в городе. Также оказалось, что дядя Олег живёт в соседнем здании. Не знаю почему, но папа нам ничего про него не рассказывал. А сам дядя Олег сказал, что не хотел беспокоить этими разговорами. Но когда дядя Олег после того, как моя сестра набила ему татуировку, стоял около тату-салона и курил, также болтал по телефону, длилось это довольно долго, и он заметил, что когда мы вышли из салона, нас будто бы поджидал какой-то странный паренёк. Сначала ему показалось, что, возможно, это знакомый моей сестры или мой, но он с нами не поздоровался и просто пошёл прямо за нами в сторону автобуса. Посмотрев на этого парня, он был одет настолько неприглядно, во всё чёрное, его действительно можно было легко не заметить или перепутать с кем-то. Дядя Олег сказал, что когда он нас увидел, он сразу же смутился. И так как наш отец сказал ему приглядывать за нами, он решил несколько дней понаблюдать за этим. Поэтому иногда он ездил даже в район тату-салона моей сестры. Конечно же, не каждый день. Скорее всего, поэтому, когда сестра почувствовала, что за ней кто-то идёт, никого не было рядом. А также он сказал, что не хотел пугать нас заранее, пока не будет знать точно, что этот парень преследует мою сестру или меня. Что касается этого самого парня, который был одет во всё чёрное, моя сестра узнала в нём своего старого клиента, который несколько месяцев назад приходил к ней набить свою первую татуировку и очень сильно подкатывал к ней, что ей дико не понравилось, и она его отшила. Они разошлись на какой-то не очень хорошей ноте. И ей он показался каким-то стрёмным типом. Всю эту информацию мы также подтвердили у отца, кстати, насчёт дяди Олега. Он сказал, что всё нормальное, мы можем ему доверять. Так вот, парнишку Олег всё-таки отпустил под предлогом, что если ещё раз его увидит, то сделает с ним что-то нехорошее. А моя сестра тогда написала на него заявление в полицию, что было очень просто сделать. Но, к сожалению, почему-то это дело никуда не дошло. Правда, следить за ней он действительно перестал. Мне кажется, он тогда очень сильно испугался. Я не думаю, что у него были какие-то ужасные намерения, но, тем не менее, это довольно крипово. С дядей Олегом мы по-прежнему общаемся, а также я дружу с его дочерью. Уже много лет. Моя сестра вообще уехала в другой город. Она сказала, что она не боится того типа и уверена, что с ней ничего не произойдёт. Конечно, мне тоже хочется в это верить. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны с такими ситуациями и не судите по внешности. Что ж, а мы приступаем ко второй истории. На тот момент мне было лет 8, может, 10. И тогда я ходила на футбол. Как и сейчас, я до сих пор хожу на футбол. Он у нас проходил в школе. Время было раннее 7 часов. И идти до школы было недалеко. Минуты две. Я шла одна. Захожу, значит, в школьный двор. И тут меня кликивает какой-то дедушка. Мне он был незнаком, но я была вежливой. При том, что дедушка выглядел абсолютно обычно. Спортивный костюм на вид лет 60-65. Сначала он спрашивал, иду ли я в школу. Я была наивная. И сразу же ему рассказала всё про футбол. Но потом он начал нести какой-то бред. Он начал спрашивать, почему ты тогда не зашла ко мне в гости за вещами? Эта фраза очень сильно запомнилась мне. Я впала в небольшой ступор, и тут он вдруг резко начал идти прямо на меня. От испуга я резко побежала в школу. До неё оставалось всего метров семь. Потом я ещё очень долго не могла отдышаться. Далее прошла где-то неделя. Я уже и забыла о той ситуации. Думала, ну, обознался дедуля, ладно, с кем не бывает. Но потом случилось это. Мы сидели с подругой на остановке, и к нам подсел какой-то мужик. К слову, было лето. И он начал спрашивать, из лагеря ли мы, в какой школе учимся, кем работают родители. Мы отвечали только на адекватные вопросы, чтобы его не злить. Просто людей вокруг больше не было, и было немного страшно. Затем я посмотрела на него, на его лицо, и увидела того самого деда. Он улыбался и был пьяным. По крайней мере, казался пьяным. Он начал орать на мою подругу и злиться, потому что она сидела в телефоне. Он схватил её за руку. Но, к счастью, подъехал наш автобус, мы резко встали и побежали к автобусу. А дед куда-то скрылся. Спустя месяц моя подруга увидела похожего человека на улице. Но тогда из-за страха она даже не запомнила толком его лицо. Я до сих пор не знаю, правда это или нет. Следила за нами тогда, или всё-таки нам показалось. К счастью, в моей жизни больше нет таких случаев. Это конец истории. Пожалуйста, будьте очень осторожны. Я очень жду ваших историй. Заходите в инстаграм. Увидимся совсем скоро. А также лайкните видос, пожалуйста. Мне было тяжело анонировать это. А почему вы можете узнать у меня в инстаграме? Увидимся совсем скоро. Надеюсь. Пока-пока.